Этот учебник, он не является ли каким-то экстремистским, запрещенным? Вот. Или если английский язык, то, соответственно, можно ли по этому учебнику учиться? Вот. Это источник. По каким источникам? Да, сейчас есть интернет. В интернете огромное количество материала. Но интернет – это большая помойка, где есть всё и нужное, и ненужное. Поэтому мы советуемся с нашими знающими людьми. Третье. Это живой источник. Что это означает? Это мухалин, учитель. Всегда, когда мы хотим что-то изучить, мы должны постараться достичь, чтобы у нас был живой настоящий учитель. Ни интернет, ни книги, а именно человек, перед которым ты можешь сесть и у него спросить, и он тебя может поправить, он тебя может объяснить, и вот ты получаешь у него знания. Но в нашем случае допускается ещё онлайн занятие, то есть, чтобы учитель, да, находится в другом конце мира, но ты напрямую можешь задать ему вопрос. Но самое эффективное – это у нас что? Это у нас, чтобы у нас был учитель. Живой учитель.